Добрый день, ребята! По вашим просьбам пилю контент для русскоязычной аудитории по тому, как быть healthy and wealthy, счастливыми и богатыми. Это то, что интересует большинство людей. Как быть счастливым и как быть богатым. Многие думают, что богатство равно счастье. Богатые понимают, что когда ты богатый, что все-таки червячок внутри там грызет, чего-то не хватает. Кто-то пытается счастье в тусовках, вечеринках, в агоголе, в женщинах, в наркотиках. Но, как мы понимаем, никогда к добру это не приводит, это лишь иллюзия. Вот для полноценного ощущения чувства счастья, которым я также в поисках, мы понимаем это как ведение гармоничной жизни, то есть баланс во всех сферах жизни. Здоровье очень важно, да, уделять время своему здоровью, работе, бизнесу, заработку, формированию пассивного дохода, третьих отношений, конечно же, с супругой, с детьми, с друзьями, с коллегами, с партнерами, с родителями. Выстраиваемые отношения, которые нас поддерживают, греют, заряжают, помогают, где мы помогаем и поддерживаем других. Четвертое – это отношения со Всевышним, с Богом, с Кришной, со Вселенной. В общем, все по-разному могут к этому это называть. Смысл в том, что медитация, да, пытаться почувствовать эту энергию, энергию Всевышнего, мироздание, природы, и черпать то чувство недостатка, счастья, которого нам не хватает, когда мы все уже имеем, абсолютно все. Но думаем, что если мы купим еще больше машину, еще дороже, мы станем счастливее. Или, может быть, нам надо еще купить больше дома, или еще красивее, дороже одежду. Если человек задумывается над этим, он, конечно, начинает понимать, что это незаимосвязные вещи, нет прямой корреляции, чтобы дом еще больше купил, еще больше кайфанул. Да, комфорта, может быть, какого-то добавишь. Но не так, чтобы полностью счастливым. Поэтому все-таки это отношение с Богом в рамках той религии, той концессии, которую ты принимаешь, в которой ты родился, в которой тебе комфортнее. Ты выстраиваешь отношения, пытаешься дойти до глубокого смысла понимания религии, не только в таком обыденном и поверхностном поклонении, так, чтобы все-таки прочувствовать, осознать и понять, и поверить в то, что ты понимаешь и чувствуешь, а не в том, что кто-то сказал тебе что-то, где-то прочитал, услышал. Вот, ребята. Окей, guys, живите счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok